Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Мужской понедельник снова в эфире. Приветствуем вас, ведущие Николай Голиков и Владимир Сметанин. На часах 12.08, как было обещано ровно час назад, мы приступаем к нашей следующей теме. На прошлой неделе городская администрация заявила о том, что в Кирове наконец-то стартовал масштабный ремонт дорог. Уже опубликован первый график этого ремонта, конкретные улицы, конкретные участки. И сегодня мы пригласили в нашу студию на эту тему поговорить основных ответственных людей за этот процесс. Во-первых, это Андрей Менькин, руководитель дирекции дорожного хозяйства. Андрей Юрьевич, добрый день. Здравствуйте. С дебютом в нашей студии. Напомню, что вы два с небольшим месяца возглавляете дирекцию дорожного хозяйства. Открыты, знаем, к журналистам. Уже много побывали у наших коллег. Даете интервью активно. Спасибо вам за это. Что касается эхо, мы тут тоже не страшные, не ужасные. Не пугайтесь. Будем говорить обо всем по порядку. Мы просто хотим знать. Хотим знать то, что будет. И приветствуем еще Константина Сичихина, руководитель региональной группы общественного контроля за содержанием, ремонтом уличной дорожной сети и организации дорожного движения. Член общественного паута Кировской области. Ну еще хочу сразу сказать. Добрый день, Константин. Что у нас в преддверии как бы этого разговора мы устроили такой небольшой опрос среди наших слушателей. С очень простой такой темой поставили. О том, какие улицы в Кирове отремонтируют. Знают ли они, мы спросили. И три варианта ответа предложили. Знаю, интересовался вопросом. Понятный, да? Не знаю, а где посмотреть. Тоже понятный вариант ответа. И третий. Ну, понятно, такие люди есть. Мне все равно. Владимир, что у нас там отвечают? На сайте и на нашей странице ВКонтакте лидируют варианты ответа «Знаю». Интересовался этим вопросом. Ну, а как же не интересоваться? Это одна из самых основных проблем и тем последних лет в нашем городе. Вот я у Андрея Юрьевича сразу хочу спросить, чтобы он ответил. Андрей Юрьевич, вы гарантируете, что ситуация с дорогами в этом году в областном центре изменится? Заметно изменится в лучшую сторону? Ну, конечно, изменится. В рамках программы, которую мы запланировали, да, 87 километров. И в них получается 820 тысяч квадратных метров. Все, что запланировано, мы должны будем освоить. И, соответственно, эти дороги, 55 улиц будут, конечно, полностью приведены в нормативное состояние. А в следующем году уже следующие улицы будем планировать. Давайте напомним, почему именно вот эти участки дорог, 55 участков, которые уже тоже опубликованы, везде доступ есть, можно найти без проблем. Почему именно эти дороги будут восстанавливаться в этом году? Ну, я так понимаю, здесь же, наверное, было какое-то обсуждение, да, проводился анализ. Да, конечно, у нас же на сайте общественной палаты было голосование по участкам дорог. Мы первое голосование проводили в то лето, потом осенью провели второе голосование по остальным улицам. И, согласно данному голосованию, практически данной графикой формировался. Сколько человек там, напомните, поучаствовало в голосовании? Ну, голосование было не такое многочисленное, конечно, несколько тысяч человек участвовало в голосовании. Конечно, хотелось бы и больше, чтобы больше активных граждан проявляло свою гражданскую позицию и в рамках данного голосования. Потому что это действует, это работает, и это мы видим в этом году. И видели в том году, когда некоторые улицы были отремонтированы, тоже когда дополнительные деньги из федерального бюджета приходили. С другой стороны, несколько тысяч, то есть, извините, социология, это вполне репрезентативная, как они говорят, выборка, то есть на этом основании можно делать выводы. Конечно, это уже что-то, но я думаю, что будем стремиться к лучшему. Вы, кстати, Андрей Юрьевич, как относитесь именно к такому подходу, то, что люди голосуют, сами родители, да. Это именно просто жильцы, да. Ну, я думаю, что это самый, наверное, оптимальный такой подход, потому что социологическое исследование, ну, я сам просто когда-то заканчивал школу политики и бизнеса, и социологические исследования мы тоже проводили, на них, в принципе, основывается. Я думаю, это самое, наверное, оптимальное, потому что здесь мы видим людское мнение, именно мнение жителей, которые ездят, и которые более, наверное, скажем так, объективно к этому, наверное, подходят. Они видят все проблемные участки, которые считают, в первую очередь, нужно сделать. Конечно, еще много участков мы не захватываем, наверное, те люди, может, те улицы, которые, ну, совсем, может быть, небольшие, да, или на них меньше людей оказалось, которые голосовали, те не захватили. Но еще, наверное, не забывайте, что у нас есть тоже была сумма, определенная сумма выделена, не то что... Ну, давайте напомним, так сказать, давайте напомним, сумма красивая у нас в этом году. Да, сумма у нас получилась миллион, 1 миллиард 94 миллиона, из них произошла экономия, порядка 100 миллионов. Это уже в процессе торгов? Да, в процессе торгов произошла экономия, соответственно, ну, вот около миллиарда рублей у нас сейчас мы будем осваивать. Так, а эти 100 миллионов... А эти вот, да, сразу вопрос у обоих, да, вот эти 100 сэкономленных... 100 миллионов эти сейчас мы направили в Москву, соответственно, сейчас Москва нам даст разрешение на эти сэкономленные деньги, и мы также их будем осваивать, уже подготовили сметную документацию, если нам только разрешат. Как бы еще дополнительно что-то можно будет сделать, да? Да, мы еще сделаем какие-то ряд улиц, ну, на сколько денег хватит. То есть эти деньги тоже пойдут на улицы, да? Да, в этом же году они будут освоены, их никуда не будут не переносить, ничего, соответственно. Подождите, не деньги, отправленные в Москву, а некий запрос направлен, да, чтобы дать нам еще дать разрешение. Потому что деньги федеральные, мы же не можем ими просто так командовать, соответственно. И при этом давайте не будем забывать, что эти денежные средства нельзя будет потратить ни на тротуары, ни куда именно, они именно вот такие целевые, да? Потому что многие сейчас предлагают, давайте там тротуары сделаем, давайте туда, давайте сюда. Нет, так нельзя. В рамках программы БКД эти денежные средства должны тратиться именно на инфраструктуру агломерации, агломерации города Кирова, да? Ну, это прилегающих территорий Кирово-Чепецк-Слободской. Безопасные качественные дороги, мы имеем в виду, да? Да, 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 безопасные качественные дороги. И эти денежные средства будут целевые именно на улучшение новой инфраструктуры города. То есть на проезжую часть, только проезжую часть. Просто понятие дорога в тех же правилах дорожного движения, оно же шире, это и прилегающие тротуары в том числе. Нет, только проезжая часть, и порядка 20 миллионов еще будет потрачено на инструментальную диагностику улиц. Ну, паспортизацию улиц. 20 миллионов рублей. Да, это как раз про то, что мы говорили в рамках общественных обсуждений в том году, то, что городу требуется инструментальный осмотр, диагностика именно требуется паспортизация улиц, потому что в городе практически процентов 80 улиц не паспортизировано. Давайте напомним еще все-таки, что означает паспортизация улиц, что будет закреплено. Паспортизация улиц это описание улиц, по сути, ну, такими, как говорится, своими словами. Такое техническое описание. Техническое описание улицы. Это классификация улицы будет там прописана, да, какой пропускная способность этой улицы. И совсем все-таки в каком состоянии она находится. В настоящий момент, да? В настоящий момент, да. Почему? Потому что паспорт это такой же проект. Любое здание строится по проекту. Вот. И дорога должна строиться по проекту. Но в основном у нас их проектов нет в городе. Вот этот паспорт, это, по сути сказать, будет проектом улицы, в рамках которого в дальнейшем можно будет записывать все, что с ней происходит, да, вся ее жизнь этой улицы. И контролировать, контролировать гарантийные обязательства, контролировать работы какие-то там в сфере коммунальной, когда там ресурсники что-то переносят, какие-то сети передвигают. Андрей Юрьевич, это действительно нужно делать? Ну, конечно. Вводить паспортизацию? Мы без этого же не... Насколько я помню, это вообще три пункта федеральная, да? Ну, и она всегда, кстати, паспортизация всегда была. Сейчас еще и диагностику делаем, соответственно, чтобы на основании этой диагностики паспортизацию сделать правильно, чтобы, соответственно, вся информация была полной и объективной согласно вот этих улиц. То есть в любой момент, в ближайшие годы можно заглянуть туда будет в эти документы, да, увидеть, что туда, собственно, какие цели закладывались, но и делать какие-то выводы, в том числе и по гарантийному ремонту, да, Вит? Конечно. И по гарантийному ремонту, и с точки зрения улучшения сети в дальнейшем. Паспорт — это основа основ, по сути, и в рамках дорожного строительства тоже. Небольшую паузу сделаем прямо сейчас, очень скоро продолжим. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжается «Морской понедельник». Давайте еще напомним, Николай, кто у нас в гостях. Мы сегодня про дороги говорим. Да, мы говорим про дороги, потому что в Кирове стартовал ремонт дорог, и мы как раз обсуждаем вопрос, насколько к нему готовы и сами жители города, и те службы, которые этим занимаются. Соответственно, в гостях у нас сегодня руководитель дирекции дорожного хозяйства. А кто бы еще на такую тему, да? Это Андрей Менькин. Добрый день еще раз. Еще раз. Ну и тоже небезызвестный человек у нас в городе, который связан и с ремонтами. Главный общественный контролер. Главный общественный контролер, да, Консин Сичихин, руководитель региональной группы общественного контроля за содержанием ремонта уличной дорожной сети и организации дорожного движения. Член общественной палаты Кировской области. Продолжаем нашу беседу. Я такой вопрос, немножко прокурационный, хочу Андрею Юрьевичу задать. В последнее время много говорится о том, что вот такая структура, как дирекция дорожного хозяйства, она вроде и не нужна. Ну, как я... Согласна с этим утверждением, что можно иной какой-то формат работы. Что типа раньше не было и как-то же... В 10-м году, напомню, она появилась. Да, то есть всего-то 7 лет. Ну, я не знаю, как там было раньше, да, допустим. Ну, у нас же 54 человека в штате, из них инженеры-сметчики. Ленина 15 вы, да? Да, Ленина 15. И мы абсолютно все задействованы. Сейчас даже еще не хватает людей, потому что нужно четкий контроль осуществлять. Нужно постоянно находиться, как говорится, в полях. Сам даже вот я и субботу, и воскресенье с Константином Сергеевичем встречались тоже в выходной день. Буквально, как говорится, все контролируем сами. Но я думаю, что... Я не знаю, как просто на администрацию переложить это, ну, как говорится... Это специализированная работа в данной ситуации. Вот, понимаете, было бы меньше финансирования, я думаю, она бы не нужна была, да? Ну, при таких объемах финансирования, при которых... Меньше на сколько? Ну, которые были раньше. Например, раньше... 100 миллионов рублей. Да, я не вижу смысла, когда там 100 миллионов было, да, и когда непонятно 54 человека, что там делали, да? На сегодняшний день мы видим, что у нас порядка там более миллиарда рублей. И чтобы это правильно отконтролировать, одного территориального управления и специалистов на территории этого недостаточно. Из этого, конечно, нужна специализированная организация. В лице дирекции дорожного хозяйства, в лице другой какой-то организации, без разницы какой, но должны быть специалисты, которые должны контролировать качество выполнения работы на дорогах. При таких объемах. Я хочу напомнить все-таки номер нашего телефона. Я думаю, чуть позже, после того, как мы все такие вводные дадим, мы сможем принять несколько звонков строго по нашей дорожной теме. 211-101. Ну, а теперь, собственно, по тому, как прошли аукционы. Давайте сосредоточимся на том, кто же будет ремонтировать дороги в нашем городе. А подрядчики кто? Да, кто подрядчики? У нас вышло 8 подрядчиков. Из них 7 это местные, все кировские и одна московская компания. Это вот же победители, то есть, да? Да, победили, да. Ну, никто даже не ожидал, что столько инициативных организаций окажется, что вот все вышли, потому что думали, что как раньше у вас там было, да? Я просто, ну, тогда еще не застал, но говорят, что там было буквально там 2 компании или сколько, консервис. Нет, раньше была одна компания, и для малого бизнеса, как бы по закону порядка там 10-15% выделялось в отдельный лот, когда, ну, вот вторая там или третья компания выигрывала для малого бизнеса вот этот небольшой объемчик, и все. На данный момент работало 2 компании в основном в городе. Сейчас мы сами с вами видим, что 7 компаний, откуда ни возьмись, появились. Это кировских компаний. Именно кировских уже появились, да. Да, конечно, там одна компания там в рамках одного, можно сказать, собственника, ну, это все равно 7 компаний кировских. Как это говорится, это самостоятельно отдельно хозяйствующие субъекты, да? И это мы можем сказать с вами, что налоги, налоги, которые с этой суммы будут заплачены, они будут заплачены в наш бюджет в Кировской области этими 7 компаниями, да? А это более там, ну, эти 7 компаний выиграли порядка 600, да? Да, получается у них 600 с лишним. 600 с лишним. То есть 2 трети. Да. 600 с лишним миллионов рублей. Да, миллионов рублей вот от этой суммы будут уплачены налоги в бюджет Кировской области этими 7 компаниями. А они все обладают своей техникой, своими рабочими руками. Ну, на той неделе мы проводили встречу, заседание рабочей группы при общественном палате по контролю за дорогами, за ремонтом дороги. И как раз с подрядчиками встречались. По крайней мере, все подрядчики нас уверили, и даже московская фирма уверила, что у них, да, у них своя техника, у них есть закупленные материалы, есть сотрудники специализированные в этой сфере, да? И, по крайней мере, они готовы, готовы уже и уже приступили к работе. Почему? Потому что вот как раз в выходные с Андреем Юрьевичем проезжали некоторые объекты, смотрели, какие работы выполняются. Да, были нарекания. Какую оценку даются вот сейчас? Нет, ну, есть нарекания работы по одной из фирм, по Порошинской улице. Ну, на данный момент они эти нарушения исправляют. Суть в том, что дорога новая в прошлом году, да? Нет, дорога там не новая. Дорога там старая, она убитая, у нее подушка очень сильно убитая. И, видать, они не предусмотрели, что до такой, ну, такая в таком некачестве находится дорога, да, подушка убитая. И, может быть, заложили не тот асфальт или еще что-то. Ну, в общем, проще сказать, есть нарекания. Нарекания исправляются сейчас в ближайшее время со стороны, наверное, дирекции дорожного хозяйства, туда выйдет специалисты. Либо уже выезжали. Мы уже выехали, уже сделали там специально претензионное письмо. Написали. В чей адрес? Ну, в адрес этой компании. Соответственно, она сразу же тут же в течение, там, буквально ночи, наверное, они все это сдемонтировали. Фризу пригнали, все срезали и заново уложили. Мы все проверили, сортировали. Порядка 200 метров, наверное, где-то. Из километра, ну, получается, они сняли где-то 20% барак. Какие требования к подрядчикам дирекция все-таки предъявляет и что будете отслеживать? Ну, абсолютно весь цикл будем отслеживать. Требования, соответственно, все очень жесткие, тотальные, потому что, ну, не забывайте, что деньги федеральные. За ними нужно смотреть, чтобы все было, как говорится, сделано согласно ГОСТов и никаких отклонений там даже быть не может. Вот я сам ездил. Ну, вот поясните, вот сами ездили, сами видели. На что внимание-то обращаете? Ну, на весь цикл работает. От начала, как говорится, от грунтовки, от того, как они подготавливают основание, щебень. Если ямы, то, соответственно, они должны быть отсыпаны щебнем. Кстати, качество щебня как-то проверяется? Ну, полностью у нас, смотрите, какая ситуация. Сейчас мы все подготовим, потом лаборатория приедет, возьмет керны и, соответственно... Ну, это когда уже вырезка, да, производится, да, куска готовые? Да, если вдруг какие-то будут отклонения, соответственно, мы заставим их полностью переделать. Так никто не будет принимать и оплачивать эти... За их счет, соответственно. Конечно. Когда первые уже будут вырезки-то браться, получается? Когда первые работы будут закончены. Через три дня после завершения работы. Через три дня. Ну, вот я смотрю, с 11, да, с 11 мая. Ну, вот смотрите, в этом году... С 11 проезжая улица... Проезжая с 11 по 12, она уже должна закончиться. То есть, по идее, там уже надо дать. В этом году дирекция должного хозяйства как бы обещает и уверяет, что у нас появится третья сторона, которая будет брать исследования лаборатории, экспертизу, да. Это именно будет две лаборатории. Одна лаборатория будет ГДМС, вторая лаборатория ВИАТ-Автодор. И будет отдельный контракт на стороннюю лабораторию, которая будет не привязана. Да, независимого эксперта, который будет не привязан ни к этой стороне, ни к другой стороне. Потому вот как раз то, что мы говорили в рамках рабочей группы, что в нашей области не хватает независимой лаборатории. Вы поддерживаете эту позицию, Андрей Юрьевич? Отдельный контракт это что? Это деньги в рамках тоже этого федерального финансирования? Нет, там уже не в рамках. Оно уже было там прописано изначально, да, вот эти деньги на лабораторию. Но они там не очень большие. В принципе, они уже были раньше запланированы. Это будет конкурс по выбору тоже? Да, конечно. У нас все по конкурсу. Мы же государственная организация. А когда состоится этот конкурс? Ну, вот уже должен на этой неделе состояться. На этой неделе? Заявки-то еще пока неизвестно, кто там сможет получать. У меня сейчас нет такой информации, да. Но мы и так и не узнаем, пока конкурс не пройдет. В электронном виде конкурс, как обычно, состоится. И кто подаст, тот и заявится, тот и выиграет. Если выиграет там с соседнего региона, это замечательно. Нет, чем больше конкуренция в этой среде, тем, я думаю, лучше качество будет. Велика ли сумма этого контракта? О, сейчас у меня именно нет, именно по лаборатории. Ну, хотя бы порядок цифр. Ну, даже порядок не будет. Так, оценить, насколько это дорого. Нет, ну, там небольшая сумма. Ну, опять же, Владимир, тут вопрос, как бы, дороговизна, сравнивать с вопросом качества. То есть, если экспертиза, на самом деле, реально поможет, да? Да, если она окупит себя в любом случае. В любом случае, экспертиза всегда себя окупит, если те недостатки, которые будут сделаны подрядчиками, даже в качестве асфальта, в составляющей его, никто не подпишет у нас такой пример, там, по Вятским полянах. Да, вот раз хотел вспомнить, когда переделывали, там, в сказании была экспертиза, да. Экспертиза была, экспертная организация приехала по просьбе общественной рабочей группы, которая была образована в Вятских полянах. И тогда, там, Вят Автодор переделывал, переделывал целый слой асфальта, перекладывал. Почему? Потому что, ну, если лаборатория лицензирована, выявила некачество асфальта, тогда надо переделывать. Так, давайте для понимания, вот все деньги, уже вся эта сумма в миллиард рублей разыграна уже, все? Да, конечно. Да, все. Так, других аукционов уже там позже не будет. Нет. Что касается с графиком проведения работ, вот это только еще первый, да, который появился на сайте администрации, в том числе. Впоследствии будут еще графики, более подробные. График, вот мы сейчас с Андреем Юрьевичем как раз обсуждаем некоторые моменты по передвижению графиков по улице. Почему? Потому что там есть проспект строителей, который там отодвинут, тоже далековато. Дорога на русская, которая отодвинута чуть не на конец летнего сезона. А здесь с 15 мая? С 15 мая дорога Кир-Фрослая. То есть вы уже передвинули? Сейчас уже как раз передвинули. После коррекции? Да, да, да. Это вот мы как раз с Андреем Юрьевичем обсуждали на рабочей группе. И вот этот вопрос и сейчас уже передвинули. А почему передвигать-то приходится все-таки? Ну, может быть, изначально там же какая ситуация? Просто в контракте прописано конец, окончание работ 20 октября. Но мы, соответственно, говорим, зачем вам наконец перекладывать? Давайте в первую очередь, потому что это такая, скажем, стратегическая дорога. Сейчас там, тем более, дачники и детские лагеря, я так понимаю, детей туда будут везти. Но вот уже начало июня скоро, да? И вот я там в ту же сторону наше. Вот как раз по этим вопросам, то, что там очень загруженная улица сейчас, ну, как бы проедет получается на русское, то, конечно, ее надо делать раньше. И проспект строительный надо делать раньше. И подрядчики тоже говорят, что мы не будем ждать вот этого графика. Если у нас есть объем выигранный контрактом, мы этот объем будем вырабатывать быстрее, если нам погода будет позволять. Потому что давайте не забывать, что у нас погода это... В октябре, как правило, уже не самое. Да и только у нас в мае сегодня. Так, давайте мы примем звонок наш слушателя, и затем мы уйдем на рекламу. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, как вы зовут? Владимир Васильевич. Владимир Васильевич, давайте конкретный вопрос, немного времени, и потом конкретный ответ. Я вот наблюдал сегодня, это ремонт дороги, тут у нас улица Волково. И они просто так это сдувают пыль, и прямо на эту, на грязь, на все, ложат асфальт. Кладут? Да. И это на сколько хватит? Ну, на месяц, наверное. Ну, наверное, надо понять. Через месяц хотя бы. Вообще, что на улице Волково делают, надо понять. Спасибо, Владимир Васильевич. Задача такая. Сейчас надо понять, это текущий ремонт какой-то, аварийный, как его называют, или все-таки это тот участок, который вошел в список из 55? По крайней мере, в списке его пока нет, который у нас на глазах. Андрей Юрьевич, прокомментируйте. Вы сейчас смотрите как раз-таки в список, да, где эти все? Я смотрю, и у нас сейчас в ближайшие дни на улице Волково вообще ничего нет, я просто тогда разберусь, я себе записал эту информацию. Ну, это, видимо, какой-то экстренный выезд дорожников туда, да? Мы выясним, может быть, это вообще, ну, как бы не в наших, даже, ну, как бы не в рамках программы, может быть, это какой-то частный... Ямочный ремонт. Может быть, ямочный ремонт какой-то кто-то проводит. Да, там, если это, ну, прилегающая какая-нибудь территория, я не знаю, просто именно где это находится. На самом деле, да. Ну, у нас сейчас в городе очень много стало появляться таких активных организаций, которые сами, вот, например, улицу Кирпичная, там, говорят, кирпичами опять закладывали, да? Не знаю, давненько там не бывал. Вот, ну, вот сегодня... Роман Еродякова улица. Да, информационные источники смотрел, там опять фотографии выкладывали, что улица Кирпичная, там кто-то опять красным кирпичом закладывал, да? У нас же много есть активистов, которые готовы проявлять свою сознательность и просто выходят на улицу и закладывают, чем есть. Так может и улицу Волково на сегодняшний день так же. Это вообще законно, кстати, Андрей Юрьевич? Это незаконно. Я сам просто даже на Красном Химике как-то тоже приезжал, вот когда там мы приезжали с ГАИ, с ГИБДД, да, и просто на наших глазах подъехала машина, и давай засыпать каким-то строительным мусором из мешков. Ну, естественно, мы пресекли это, сказали, что зачем вы тут нам еще, ну, эту рясь только разводите, да? Я дал команду, чтобы эти ямы с чебнем засыпали, как положено, а не то, что там, они откуда-то со стройки возят и из мешков высыпают прямо на проезжую часть. Это было где-то полмесяца назад, да, об этом информация была. Да, где-то... В СМИ где-то в конце апреля, по-моему. Да, 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 вот там мы как раз выезжали совместно с ГИБДД, там делали рейд, смотрели, телевидение было. Присутствовало то, что мы заортировали этот участок дороги, и мы его потом в течение там двух или трех дней засыпали вот уже щебнем эти ямы. Хорошо, сейчас у нас реклама будет, мы скоро вернемся и продолжим нашу беседу. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем нашу беседу с Андреем Менькиным, руководителем дирекции дорожного хозяйства нашего города и Константином Сечехиным, руководителем группы общественного контроля за, собственно, ремонтом в настоящее время этих дорог. Итак, продолжим. За улицу Комсомольскую все-таки хочу еще замолвить словечко. Вот тот участок Комсомольской от железнодорожного вокзала и вдоль путей железнодорожных до Лобановского кладбища. Я знаю, что вы обсуждали ранее при встречах, все-таки, какова судьба. Этого участка не включено. Этот участок не включен в данный момент. Нет, не включен. Но там же, понимаете, там же путепровод строится. Потом реконструкция будет дороги. Соответственно, там ее расширение. Как раз с сегодняшнего дня там перекрытие улицы Попова от Комсомольской до Карасина. Да, есть там такое. С сегодняшнего дня перекрытие в связи со строительством путепровода. Вот продолжается, да. Да, и там такая ситуация. Просто сейчас, если мы начнем там какие-то деньги туда вкладывать, да, соответственно, а потом ее начнем полностью демонтировать, все основания, чтобы, ну, как там вообще планировать, как говорится, капитальный ремонт, да, это будет выемка основания, как сказать, ливневая канализация закладывается уже в полном, как говорится, объеме. И снова засыпается. Ну, тогда нам скажут, ну, зачем вы сделали там, ну, какое-то количество, да, там, даже пускай 10 миллионов, да, или там 20 миллионов взяли и просто закопали, получится. Но какой-то промежуточный-то вариант все-таки возможен, что там хотя бы можно было элементарно проверить. Мы засыплем хотя бы щебнем, чтобы людям, люди могли передвигаться вот этот, мы прорабатываем вот этот вопрос, и я думаю, что он уже как бы там частично даже был сделан, и еще сейчас вот недавно представитель президента приезжал, тоже мы ездили на эту улицу, там встречались, тоже он там жителям заверил, что мы этот вопрос будем все равно прорабатывать и решать. — Щебень, значит, да? — Ну, пока так. — Ну, пока, как временная мера, да. — А когда именно, вы сказали? Случные сроки можно уже назвать? Ну, вторая половина мая начинается, до конца мая. — Ну, до конца мая, я думаю, что да, там этот вопрос мы тоже прорабатываем, тем более я там был, когда я уже проехал по этой улице, я смотрю, уже какая-то часть уже где-то заделана, что-то там засыпалось. — 211-101, у нас был звонок, да, сорвался? — Ну, он сорвался как-то, да. — 211-101, да. — Вот по улице Концомольска, конечно, хотелось бы говорить более так. — Ну, основательно. Почему? Потому что Вячеслав Николаевич в свое время сказал тут, конечно, Симаков, да, что она будет ремонтироваться, но надо подходить более качественно к этому ремонту. Почему? Потому что если бы туда заложили 25-26 миллионов, как это планировалось, заасфальтировать, а потом через год, через полтора этот бы асфальт уплыл, а он уплывет, потому что там линии канализации нет, и кто на этой улице живет, они знают, что там творится, да, то в данной ситуации эти бы 25-26 миллионов бы уплыли вместе с этим же асфальтом. И потом бы, спустя два года бы нашлись бы активисты, которые бы начали говорить, а почему вот так произошло? — И в данной ситуации я, конечно, как говорится, у меня два человека, да, с одной стороны, из-за жителей, которые там живут, которые ездят по этой ужасной дороге, которую, по сути, надо перекрывать и все. Но с другой стороны, давайте более рационально использовать те денежные средства, которые к нам приходят с федерального бюджета, это же наши налоги. И в данной ситуации эту улицу, к ней надо подходить с капитальным подходом, с капитальным ремонтом, и в этом году лучше по-хорошему отсыпать, програвировать по-хорошему, прокатать, чтобы была доступность доезжать до дома спокойно, да, а в будущем в рамках этой же программы БКД ее капитально отремонтировать со всеми ливневыми канализациями, со всеми, когда уже путепровод будет закончен, и совместно в комплексе сделать красивый. — Ну, мы так понимаем, мы солидарны, да, Андрей Иванович? — Да, конечно. — У нас все-таки дозвонился наш слушатель. — Алло, слушаем вас. — Получилось. — Добрый день. — Добрый, как вас зовут? — Евгений. — Да, ваш вопрос. — Знаете, я в течение трех лет уже сам писал, звонил неоднократно куда-то, где попадались на глаза телефонные номера, отвечающие за дороги. Судя вопроса, улица, там Курагинский переезд, он буквально 150 метров, и там каждый вечер, каждый день с сиренами летает скорая помощь. — Поясните, пожалуйста, где это, какой район города? — Это Филейка. Это вот улица Судярина переходит в Курагинский переезд. — А, ну вот. — И вот как раз все скорая помощь никак не минует этот участок, он буквально 150 метров, 100-150, и ноль. Никому это не надо. Вот там по колено уже ямы. Land Cruiser проходит нормально, но остальные машины, они все там. — Хорошо, 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 услышали. Ну вот мы видим, что Андрей Юрьевич там тоже взял карандаш. — Да, я записал этот переезд, соответственно, сейчас мы приедем, приеду себе в офис на работу и тоже поработаем, посмотрим. Специалисты выйдут, может быть, сам даже доеду и сфотографирую, посмотрю, как вам там состоит. — Курагинский переулок, переезд. — Курагинский переулок, ну, по всей видимости, первое, что можно снова тоже будет сделать, это использовать щебень, да? — Ну, наверное, скорее всего. — Ну, посмотрим, да. — А, кстати, да, вот по тем 100 миллионам, да, когда разрешение Москва все-таки должна дать? — Должна вообще сегодня-завтра дать ответ. — Сегодня-завтра. — То есть либо да, либо нет? — Нет, все равно да, однозначно будет. — То есть деньги останутся здесь? — Ну, просто они должны как бы подписать этот документ и все. — Просто основание формальное должно быть. — Да, потому что... — У нас еще один телефонный звонок, давайте попробуем поговорить. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Я житель поселка Костино. — Костино. — Как вас зовут? — Чтобы попасть утром на дорогу. — Как вас зовут? — Андрей. — Андрей, извиняюсь. — Чтобы попасть утром в город, мы выезжаем в 6 утра. Стоим в пробках километровых, чтобы попасть туда. Но вы готовы? Рады даже хотя бы кирпичом бы нам их засыпали, эти ямы? — Ну, дорога на Русское, насколько я понимаю, в этом году в планах есть? — С этой недели вот эта дорога уже планируется у нас уже. — То есть там на всем протяжении от Кирова до Русского? — Да. — То есть, Андрей, вам наконец-таки улыбнулась удача, в этом году эту дорогу будут делать. — Спасибо. — Получается, что надо еще потерпеть. — Ну, слушай, они столько лет уже терпят, я думаю, что они переживут. — Да, ну, там право кошмарное, я очень часто по ней езжу. — 211-101, номер нашего телефона, и к тому же есть голосование нашей страницы ВКонтакте, и на нашем сайте хакирова.ру. О том, какие улицы будут ремонтироваться в нашем городе этим летом, вы знаете, не знаете, или вам все равно? — Там какие-то изменения происходят? — Изменений нет, по-прежнему лидирует вариант ответа «Знаю», интересовался вопросом. — Так, по поводу окончания всех работ. Андрей Юрьевич, вы там упомянули дату 20 октября. Какой дате должно быть все сделано? — Вообще, пока согласно контракту 20 октября. Ну, естественно, что мы все вот эти, как говорится, сроки проговариваем с подрядчиками. Единственное, что у нас еще энергоснабжающие организации тоже должны свои работы провести. — Это в чем суть? — В том, что они будут делать опрессовку всех трасс, и вдруг где-то будет прорыв или еще что-то? — Да, это тот вопрос, в том числе, который недавно на базе общественной палаты обсуждался. — Да, как раз проблема в том, что отопительный сезон немного сдвинулся до 24 мая. — С связи с холодами. — С связи с холодами. И опрессовка системы, она сейчас, конечно, проводится, но там еще в дальнейшем будет проводиться. И вы сами понимаете, у нас сети в наихудшем состоянии в Кирове находятся. И как минимум, аварийные участки, они будут. И от этого никуда не деться. — То есть желательно, чтобы не ремонтировать дороги до того, как они там работают? — Да, желательно, чтобы аварийный участок выявили, отремонтировали. И после этого уже приступили к новому аварийному. — Более гибкий подход, да, такой? — Естественно, потому что сейчас, если мы закатаем дороги, а завтра сетевики начнут их снова перекапывать. — Такое бывало, на сожалению. — Так у нас... — У нас просто вообще не поймут люди тогда, скажут. Для людей это будет то же самое, что сами скажут, положили, тут же перекопались, деньги закопали куда-то опять. — У нас опять телефонный звонок, Владимир. — Наши гости тоже, да? — Да, да, да. — Наверное, гости больше-то интересные. — Алло, добрый день. — Добрый день. — Добрый, как вас зовут? — Казаков беспокоит. — Роман Николаевич, очень мало времени, давайте вопрос. — 30 секунд. — Да. — Четыре года назад отремонтировали, неплохо отремонтировали. — Октябрьский? — У нас улица, так называемый, проспект Мира. Но у нее есть кусочек аппендицит. Улица Мира, соединяющая улицу Монтажников и улицу Ломоносова, она уже годами не сделана. Ужаснейшее состояние, ужаснейшее. Будьте любезны. — Был там совсем недавно, да, подтверждаю, очень плохо. — Да. — Ну вот списал, Андрей Юрьевич. — Да. — Может быть, что-то из улицы Мира произойдет. — Как-то мы так по кусочкам, по кусочкам, по мозаике сейчас собираем эту карту. — Как-то весь город соберем. — У нас много таких улиц, вот как люди описывают. Вот тут переулочек, вот здесь небольшая улица, вот там вот улица. Я вот так же могу сказать, вот давайте улица там, Верхосунская есть, тоже небольшая, но трафик огромный с новым микрорионом, в ужасном состоянии находится. Ну, на сегодняшний день, вот сколько есть средств, столько, как говорится, можно будет реализовать. И если вот улица на Русская появится, хорошая дорога, это уже большой-большой плюс будет для всех. — Я хочу еще задать, есть у нас звонок, давайте чуть позже примем. Хочу, Андрей Юрьевич, спросить все-таки, вот когда все будет сделано, да, и будет приниматься важное решение, давать ли нам в следующем году, да, эти федеральные деньги? — Абсолютно верно. — По каким критериям будет оцениваться ваша работа в том числе, в завершении этого сезона? — Смогли ли мы все освоить, это в первую очередь, да, если мы все деньги освоили? — Так освоить-то можно по-разному, не знаю. — Нет, ну как освоить по-разному, мы же должны отчитаться, всю документацию сдать. — Не знаю, с конкретными, не знаю, фотографиями. — С фонтографиями, с заключением лаборатории, со всем, все этот весь, как говорится, пакет документов будет отослан Минтранс, Минтранс уже там дальше будет транслировать, и, соответственно, на основании вот этого скажут, что да, вы молодцы, справились с поставленной задачей в следующий год. — То есть качество ремонта тоже будет учитываться при этом приприятии? — Естественно, да, просто если там будет некачественное, то они даже, подрядчики, деньги не получат, вот еще вопрос. — А деньги, кстати, подрядчики когда уже конкретно доберутся до подрядчика? — Как работы выполнены будут? — По завершению работы в течение 60 дней они уже получатся. — Перечисляют, да? — Да, плюс я хочу, чтобы мы не забывали, что в рамках этой программы очень сильно играет и общественное мнение. Там, конечно, критерий оценки пока общественного мнения нет, прямой такой, да, но я думаю, что все равно в ближайшее время что-то будет, какой-нибудь памятка в рамках оценки критерий общественного мнения в рамках этой программы, и общественность будет оценивать и тоже работы. — Давайте еще один звонок примем, и, видимо, этим вопросом уже будем завершать нашу беседу. — Алло, слушаем вас. — Здравствуйте. — Здрасте, как вас зовут? — Надежда. — Надежда, очень быстро. — Я про улицу Диповскую. Почему-то ремонт назначен от улицы Украинской, хотя она вся раздолбана от улицы Мельничной. Почему не всю улицу ремонтируют? И второй вопрос вот о паспортизации. Я считаю, что это просто бессмысленно трата денег. Но эти деньги можно отремонтировать хорошие, большие участки дороги. Это просто обеспечивает некоторые организации... — Хорошо, спасибо. — Спасибо. — Вопрос. — Диповская. — В том году делали. Там участок в том году делали один. Почему от улицы Украинской? Потому что до улицы Украинской, если я не ошибаюсь, там делали участок, а потом сейчас дальше. — Тоже возьмете как-то? Изучите. — Нет, но она у нас ФБКД, есть безопасные и качественные дороги, там украинская есть у нас улица. — Ну она не целиком, вот как говорят, они говорят, что хотелось бы им целиком. — Просто надо... в том году улицу Диповскую делали участок, если я не ошибаюсь, от проезда, от светофора, где там с под мостами вот этот... С этого светофора делали участок в сторону, наверное, улицы Украинской или где-то... — В сторону Чистых прудов? — Да, в сторону Чистых прудов делали участок. И я думаю, что почему остальной участок, потому что там в ужасном состоянии постоянно с этим. — Ну и по поводу паспортизации, но все-таки решение-то уже принято, что паспортизация будет. И вы убеждены в том, что... — Так это я говорю, что это требование федеральное, от него нельзя никуда уйти. — Ну естественно, согласно каких документов-то потом мы будем, нам же нужно от чего-то отталкиваться. Ну мы можем так наговорить словами, да, документ есть документ. То же самое, что человек без паспорта. Куда он поедет там или куда он пойдет, да, он только придет куда-то, ему ничего не сделают, не дадут. Так же, потому что они, ну, должны знать. — Ясно, хорошо. Время наше истекло. У нас впереди новости и программа «Особое мнение». Ровно через 20 минут. Николай Голиков. — Владимир Сметанин. — Да, благодарим наших гостей. Андрей Менькин и Константин Сичихин. — До свидания. — Будем следить все вместе. — Будем надеяться. — Конечно. — Спасибо. — Субтитры сделал DimaTorzok